В медучреждении полностью заменили коммуникации, окна и кровлю, выполнили отделочные работы и теперь больница готова принимать пациентов. Сейчас в этом современном медицинском учреждении не узнать старую Троицкую амбулаторию. Светлые просторные коридоры, удобные места ожидания и новая мебель. После реконструкции изменился не только интерьер, главное расширился штат медработников. Теперь здесь принимают 8 врачей. Среди них 3 участковых терапевта, педиатр, акушер-гинеколог, 2 стоматолога и хирург. В ближайшее время в больницу перевезут технику и оборудование. Здесь у нас есть стоматологическая установка, здесь у нас есть, мы перевезли буквально уже вчера вечером оборудование для клиникодиагностической лаборатории для исследования общего анализа крови, биохимического анализа крови. Здесь у нас есть, значит, хирургические столы. Среди, вот аппараты УЗИ нужны вам? Как вы считаете, вот для таких больниц, для таких амбулаторий нужны аппараты УЗИ? Я думаю, да? Естественно, нужно. А вот УЗИ-специалисты вы найдете объективно? Найдем. Найдем. У нас свои вот молодые специалисты, у нас терапевты. Давайте Министерство здравоохранения как поручение сейчас оформим. Мы давно говорим о том, что при населении 7 тысяч человек, только приписного населения, которое достаточно большого детского населения, все-таки давайте с вами подумаем о том, чтобы дооснастить такие амбулатории аппаратами УЗИ, и чтобы не было необходимости у людей ехать за 30 километров. На базе больницы работает дневной стационар, есть пункт машин скорой помощи. Автомобили оснащены современной техникой для оказания экстренной и неотложной помощи, дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких и другими. Также куратор соцблока посетила филиал нового детского сада на 54 места. Его строительство полностью закрыло очередь в дошкольные учреждения Станицы. Там будут размещаться две группы малышей от полутора до четырех лет. Сейчас внутренняя отделка полностью завершена. Осталось только украсить стены любимыми детскими персонажами и обустроить комнаты мебелью и игрушками. Открытие намечено на конец февраля. Продолжение следует...